вы видите друзья такой комплекс новостройка такая можно сказать здесь живет наша приятельница мы были здесь на самом деле у них как-то даже в доме я делал сюжет а вот эта территория это у них такой club house ну тут солнце светит вот club house то есть такое место где жильцы могут снять помещение какие-нибудь партии проводить вот тут столики на улице стоят солнышко светит поэтому как я немножко может быть не идеально это все показывают видите там стоит газовая газовый гриль вот там чуть подальше туалет и вот тут такое местечко где я фактически отвечал на вопросы рассказывал ой собачка смотрите тоже пришла на мою читательскую конференцию давайте я спрошу сначала поднимите руку если вы читали хотя бы частично прочитали этот кирпич частично ну хорошо хотя в первой странице то там история такая была что написано это было 20 лет спустя литературно 20 лет спустя в том момент как вы приехали в сша и какие-то вот переживания там накопились какие-то моменты такие сидел внутри никуда не уходил где там так хорошо памяти было и так далее и я собственно не собирался писать какую-то книгу для смысле такой не было но есть форум для тех кто играет карту ты а я на этом форуме буквально там ну если не с первого дня может со 2 3 может быть там 2000 там не знаю 3 4 года и я так ну на какие-то темы там сказывал студент много там на этом форуме и люди историю рассказывают приехал в сиэтл приехал там я не знаю куда там филаделфию приехал в лосанглассе истории рассказывают как они первые дни и все читают это очень популярная тематика люди читают историю как припытается для себя что-то увидеть ну и я бы не стал потому что реально ночью 20 лет уже что я буду с ними соревноваться неудобно но потом один из людей из создателей форума он написал свою историю как с ним это дело было я думаю смотри-ка может и я тоже ну и за пять минут до того как я сел это писать я не знал что я сейчас сяду и буду писать но потом думаю так сел и написал там страничку и и вдруг оно так пошло что я уже не мог остановиться и из этих 700 страниц которые сейчас тут книжка 500 были написаны за две недели это просто был некий такой поток который шел безостановочно и я сейчас не напишу и треть этого потому что она с меня смылась вода как психотерапия такая вот сесть и написать что-то там письмо обидчику там допустим да смотри не обидчик и вроде уже забыл вот поэтому для меня это был очень психотерапевтический потому что я просто как-то снесло смыло я могу как-то ушел мозгами в совершенно другом направлении но в тот момент я писал 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 потом а даже вопрос это же форум это не то что книжку пишет галактира скистал идут форме они тебя ведут как-то еще вопросами своими потом я думаю ну хорошо все таки дай четко надо остановиться и сказать себе что еще там должно быть я уже какой-то план составил и уже дальше когда план появился она перестала быть потоком сознания стал таким организованным написанием и может быть еще полгода прошло пока остальные 200 страниц записались и опять у меня никакой мысли не было книжек из этого дела при темной книжке но там дальше народ которые зрители читатели они говорят миша где-то надо же опубликовать и я вы можете опубликовал бы и раньше но у меня не получалось с редактором с корректором потому что это не писалось как книга это нужно было ну как-то поправить потому что я писал обычным разговорным языком не литературно как мы сидим беседу так и это все и писал и ну что сказать значит не мог найти человека точнее один сначала взялся потом что-то бросил другой человек тянул тянул не начал очень кончилось с тем что нашлись люди которые сказали ну вот мы сделаем и в общем мы здесь сделали из минска у меня редактор из минска корректор они там как раз знаете это все их национальные валюты попадали вот с украинскими событиями вот как-то видимо стали больше интереса представлять я не знаю в общем да ну и вот получилось это книжка это тоже как бы немножко стоило время уже работаешь не то что ты там сидишь там взял творческий отпуском книжку пишет а потом все это между между всеми остальными делами поэтому это довольно полезный такой был процесс вот но в итоге когда она уже издалась эта книжка она тиражом 200 экземпляр потому что я потому что больше мне не раздать и начиная с 200 экземпляров и она еще присутствует на амазоне там можно по фамилии партнер она там будет но дело в том что на амазоне они сами себе подпечатывают я не знал как это работает у них свой станок стоит у них файл есть и они себе подпечатывают вот ну и я выписал идиф файл этого дела в чем идиф отправлены на 300 ошибок переправлен а то что вот у амазона то нет короче этот pdf файл я доношу потихонечку все правки и такой апдейт этот файл он висит у меня на сервере и под каждым видео которое я пишу там есть список ссылок на этот файл поэтому может быть кто-то из вас там его и видел этот файл да я не знаю славе славе ссылку на правду ну вот так оно было поэтому такая история что-то еще когда-то какое-то другое введение такой вопрос что как бы залог наверное вашего успеха почему многие люди сюда приезжают с идеей открыть свой бизнес и так далее и к сожалению не только из россии вообще не получается идея хорошая но в результате не воплощаются или они начинают хорошо потом не идёт или или как бизнеса перестает существовать что является ваша личная воля ваша ниша идея что что помогло вера успех и так далее есть как бы методологический вопрос методологический вопрос состоит в том что вот я по аналогии вот допустим был человек так и мы сделали под наркозом там я не знаю аппендицит вырезали и г расскажите как вам удалось ну ну то есть есть вещи которые случились и случились то есть не то что он управлял поэтому получается такая я не хотел делать никакого бизнеса у меня в мыслях не было у меня в москве там был учебное такое тоже но вы когда сюда приехали светлась для подписку взяла что я не буду вот чтобы новую жизнь начинаем ерундой не занимаемся бизнесов не делаем никому не учим ничему а просто живем как у те люди и от меня расписку взяла нет где-то я видел недавно да где-то бумагах нашел да но 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 дальше чтобы не получилось все происходило вопреки тому как должно было бы происходить вот точки зрения книжек которые вы читаете вот вы читаете книжку как быть успешным в этом как бы и я этого ничего не читал до тех пор пока после обвала интернет бума не стал заниматься страхованием и о страховании такой бизнеса все проверено линеечкой до микрона все тут все известно все он упал и там первая часть читает книгу как делать бизнес я читаю книгу на боже была ли хоть одна ошибка когда записано чтобы я ее не сделал и и несмотря на это она все равно выплыла понимаешь почему это произошло наверное потому что не было конкуренции никакой можно было ошибаться и и все равно ты оставался на плаву потом появилась какая-то конкуренция но у нас никогда не было конкурентов которые бы элементарно понимали что они делают то есть были люди как вот ты конечно не хотели делать бизнес они помещение сняли компьютеры поставили объявление дали дальше никто не идет они начинают говорить что они там вообще уже 10 лет как у них это школа готова миша годы какой-то господи какой это это мы на 10 лет раньше начали так ну надо на вранье ну хорошо но соберешь ты сколько народу вот я помню момент девяносто брать или в четвертом в августе в девяносто пятом в девяносто шесту девяносто пятом в августе же уже было штук десять и ни одна не мало как поставить компьютеры мало помещения снять что здесь люди которые вот так понимают вот это все но а война покажет там вот пусть деньги принесут она война пока у нас никогда не было конкуренции конкурентов которые бы элементарно понимали что они делают поэтому они были обречены самого начала все-таки должен понимать что делал это присутствовал но я не могу сказать что вот если ты знаешь что делаешь вот тогда будет успех я не знаю если конкуренция серьезно сегодня например если сегодня ты хочешь сделать нечто такое же и вот так сказать а вот мы тоже этим занимаемся значит тебе надо перепрыгнуть через большой овраг потому что у нас ушло 10 лет 10 лет на то чтобы вы могли каждого студента отправить на практику в компании каждого вот значит 500 человек будет каждого мы отправляем вот что у нас сейчас прямо у нас существенно больше запросов на практикантов чем студентам поэтому 10 лет ушло если ты хочешь стать сегодня в бизнес ну давай ну а где ты возьмешь 10 10 ну 15-20 лет назад каждый кто снял помещение поставил компьютер как бы был на равных со всеми что ну а что у других вот поэтому если брать как в широком смысле сказать а вот что какие там условия до критерии вот что дело чего успешно в бизнесе и так далее я даже не знаю я когда смотрю на себя я думаю я успешнее то есть я тут проколол там проколол здесь проколол там чисто у меня может быть на на там пять вещей которые получились было там 35 которые не получились вот ты же не видишь со стороны ты видишь о смотри там вот вот это вот но ты же не знаешь где он облажался и сколько раз и я я очень люблю историю с президентом линкольном который у меня как история патологического лузера такого то есть он все что он делал у них практически все у него был облом единственно что он когда облом происходил он понимал что произошло и он не буду же еще раз делать то же самое но успешно и шел на следующий уровень и там него опять было было и там это уже нашел до президента и тоже его застрелили вот но просто поэтому но ты знаешь что был президентом ты не знаешь сколько он там угломился и что там произошло правильно поэтому нет нет общего рецепта но безусловно надо знать что ты делаешь без этого никак нельзя но в принципе если есть человек он хочет что это делать надо смотреть что он хочет что он может и как войти в этот бизнес то есть совершенно индивидуальная такая работа приходит часто люди поговорить и говорят а вот я хотел бы это делать что вы считаете вашим самым большим достижением и что вы считаете вам не удалось чего вам хотелось чтобы удалось но я бы сказал так что все таки все таки ты каждый раз когда что-то не получаешься ты что-то выносишь из этого нет некоторые конструктивный такой есть элемент поэтому люди которые никогда ни в чем не прокололись я сомневаюсь они вообще что-то могут ну то есть бывает так вы знаете как вот когда деньги инвестировали конец 90 до все были теоретики вообще великие там 100 этот купил тот купил а какой не купил все растут но когда все упало выяснилось кто понимает а кто нет уж когда все упало те кто понимал у них устроилась там за полгода то что было на руках шарик по ним они зарабатывают и когда падает и когда растет а которые не понимают и которые большие теоретики и пальцы вот так веру и вот и вот и вот и все поэтому я к чему говорю что не удачи как бы важный элемент важный элемент роста я могу сказать что абсолютно все что я в жизни делал я очень много чем занимался но мне уже 60 лет недавно очень много разных вещей дел и в советском союзе и здесь и я не могу сказать чтобы было хоть что-то что потом не пригодилось абсолютно все куда-то 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 потом стало на свое место на какое-то поэтому я бы не стал я бы не стал отрекаться ни от каких своих там неудач потому что они на самом деле позитивные значениями с точки зрения того что не понимаешь как у меня никогда не было целей никаких ну то есть конечно я иду в институт я хочу его закончить ну это правда но но я вот когда шел в институт я говорю ну хорошо там не должно быть черчения или должно быть недалеко от дома и чтоб евреев принимают не так много было такого тут есть тут связь в москве там вот я там учился поэтому я никогда не хотел быть начальником вот у меня я работал я получал удовольствие то что я работаю там у меня схемотехник такая цифровая электроника и вот мне очень нравилось начальник мне было кофе вот или смотри они там мастер получают там сертификат сертифицируется на project management mba получают там еще что-то у них есть видение такое они себе говорят я хочу вот прийти в какую-то точку у меня этого не было то ли по молодости то ли я даже не знаю просто характер такой я я инжую как текущий день вот я с утра проснулся я у меня хорошим строить у меня студент один есть у вас такие вот лицом и он я бы тут улыбнись но не держит ли будет садить он где-то повод где улыбаться он очень успешный кстати он и в гугле и в апреле там всюду работал там может быть действительно технократический человек такой должен вот так выглядеть но я к чему говорю у меня не было я не могу сказать что я получилось или не получилось задачи такой не было конкретно то есть была общая задача да вот общая задача семья детки там работа там еще очень вот как бы в этом смысле что все получилось все что миша говорит это взгляд со стороны такой что человек вот он вроде что-то говорит и это кажется абсолютным абсурдом потому что она не может работать вообще никак нет про меня не да да вот просто он умер сейчас начнем и будем делать а как мы будем делать да неважно как он это правда тоже не важно важно это 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 не важно все она говорит а деньги где я говорю я говорю дело хорошее мы начинаем значит если дело хорошее нужно быть деньги но причем тут нет он начинает каждое дело он не продумывает вот как он это будет делать вот у него есть идея какая то он что то делать да и вот самое удивительное что каким-то невероятным образом складывается вот так события что любое дело, которое начинает, оно в основном, да, то есть были, конечно, какие-то совсем явные проколы, когда это не было поддержано внутренним состоянием. То есть какие-то вещи были навеяны там, либо нас приглашали куда-то участвовать в каком-то бизнесе, либо там мы пошли в иншуранс, это не было внутренним как-то спозывом. А вот то, что шло изнутри, оно все получается. Всякий раз, когда я думал, пойду-ка я сейчас денег заработаю, я их теряю. Да, ничего не получается. То есть всегда, когда что-то получалось, это не потому, что хотелось заработать. Желание, я точно знаю, что если я сейчас пойду, там, например, на сток-маркет зарабатывать, я его обрушу, потому что, ну, то есть оно не должно получиться, и, значит, вот, и тогда весь рынок рупнется. Вы расскажите, когда упадет, я не пойду, я уже не вмешиваюсь. Поэтому, ну да, оно как-то само происходит. Вы можете, как сказать, есть две концепции такие есть. Одна есть такая, что ты планируешь, планируешь, выстраиваешь, и так как-то движешься по этому. И у меня другая концепция, я плыву и говорю, ну там, им же виднее там, правильно? Там же виднее. Поэтому ты просто, ну, делаешь, что хочешь, что нравится. Получается то, что надо, вот так получается. Ну да, я могу отвести это к недостатку, навыков планирования, можно так сказать. Я особо не планирую. То есть немножко, ну, конечно, какие-то гайдлайнеры всегда есть, но я не такой нескрупулезный планировщик. Я бы смету не мог делать, или там вообще архитектуру какую-то сложную, или там я бы все балки просыпались.